Потому что я работаю из дому, Николай Спиридонов, политехнолог из Киева, работает тоже из дому. Но ситуация такая, что мы решили связаться внепланово, потому что непонятно, что будет с интернетом в Киеве. И я даже, собственно говоря, не сообщил, но думаю, что всем уже известно, что, по сути дела, между Россией и Украиной началась война. Рано утром сообщили об этом, рано утром, где-то в 5 утра. Правда, войной Россия это не называет, она называет это некой военной операцией. Ну, по схожести с тем, что было в Грузии, можно сказать, что Россия считает, что это некое принуждение к миру. А поводом для этой военной операции стала, по мнению России, ужасная ситуация на Донбассе, преступления Украины, геноцид. Во всяком случае, такие обороты употреблялись в обращении президента Путина. Николай, скажите, пожалуйста, первое, какова ситуация сейчас? Ну, начнем с Киева, потому что информация поступает самая разная. От того, что Киев бомбят, до того, что в Киеве все тихо, спокойно. Киев, насколько я понимаю, не бомбили. Под Киевом, вот примерно в трех, может быть, четырех километрах от меня есть военная база. По ней был нанесен удар. И в Киеве многие паникуют, стремятся как можно быстрее из Киева уехать. Хотя главнокомандующий достаточно четко сказал оставаться на месте и никуда не бежать. То есть произведены удары, судя по всему, по военной инфраструктуре и по городам. Есть, ну, по моей информации, которую официально я никак не мог еще успеть проверить, но есть погибшие, которые, ну, шальная как бы пуля, потому что даже высокоточное оружие, наверное, в Израиле знают о том, что оно бывает, что ошибается, промахивается, сообщают. Да, к сожалению, любое оружие, оно смертельно. Сообщают, что, например, в Умане, это Киевская область, двое погибло в центре города. Но целенаправленно, судя по всему, удары наносятся по аэропортам и по военным объектам. То есть, ну, примерно то же самое мы, собственно, видели в 4 утра 22 января 41 года. Тоже же основные были удары по военной инфраструктуре и выводили строя самолеты в тогдашнем Советском Союзе. Видимо, и сейчас Российская Федерация пытается максимально лишить украинскую армию возможности к сопротивлению. Скажите, пожалуйста, какова ситуация, что называется, повседневная? Ну, я уже понял, что интернет работает, хотя я пытался дозвониться и до других знакомых в Киеве, и со многими не удалось поговорить именно из-за того, что барахлит интернет. Ну, раз мы с вами связались, то, очевидно, интернет все-таки какой-никакой есть. А что происходит в бытовой жизни? Магазины, аптеки, больницы, все работает как обычно? Да, магазины, аптеки работают, банкоматы вроде бы денег не выдают или мало где выдают, но сейчас в магазинах, в аптеках многие паникуют, соответственно, там большое количество людей, и поэтому вот лично я послушал своего главнокомандующего, я остался дома, закупившись предварительно каким-то количеством еды, вот сейчас набрал баклажки с водой на всякий случай, потому что могут быть перебои, ну, пока по состоянию на данную минуту, там, на 9.43 по Киеву, есть пока свет, есть интернет, есть вода, есть газ, то есть ничего критического еще не случилось в бытовом плане. Скажите, пожалуйста, собственно, к этой ситуации, я так понимаю, в Украине готовились последние дни, хотя президент и говорил, что надо успокоиться, у нас нет таких сведений, что вот-вот будет война, но тем не менее случилось. Скажите, пожалуйста, киевляне, в принципе, готовы к худшему развитию этого сценария? Я имею в виду сейчас даже не захват города, а то, что будут боевые действия, что есть бомбоубежище, люди знают, куда им идти, что делать в этой ситуации? Ну, практика показывает, что, к сожалению, обычный человек без специальной подготовки, как правило, к этому не готов. Что касается бомбоубежищ, ну, Криско же объявлял, что бомбоубежище – это метро, и сейчас метро, кстати, пускают свободно и бесплатно, но, во-первых, не все станции Киева, в принципе, могут быть бомбоубежищами, некоторые из них недостаточно для этого глубокие. И, во-вторых, ну, паника может убить большее количество людей, чем боевые действия, то есть я считаю нелогичным сейчас бежать куда-то в метро или куда-то в другое место. Ну, многие, многие, к сожалению, люди неподготовленные, паникуют, пишут какие-то панические посты в социальных сетях, вот, мне звонят, поэтому, если меня слышат в том числе и киевляне, то я рекомендую по возможности сохранять спокойствие, потому что уже вот, судя по авариям на дорогах, сейчас выехали люди с Киева куда-то на Житомирскую трассу, непонятно зачем, то в этих авариях, толкучке, во всем, в общем, происходящем погибнуть может больше, чем непосредственно от боевых действий. Поэтому, кто имеет возможность защищать Украину, соответственно, помогать армии, ну, нужно помогать армии, если по каким-то причинам там вы помочь не можете, ну, соответственно, оставайтесь тогда дома. Вероятность прямо бомбовых ударов или ракетных по крупным городам я до сих пор считаю минимальной, думаю, что то, что будет происходить на улице, возможно, более опасно, чем вероятность попадения снарядов дома. Скажите, пожалуйста, как поставлена информация? Люди получают все необходимые сообщения, предупреждения в режиме онлайн, если интернет все еще работает, не нарушена ли связь? Я почему спрашиваю? Потому что та информация, которую я видел с утра, она была очень противоречива. Сначала было сообщение, что чуть ли не захвачена уже Одесса, что там выброшен десант. Потом Министерство обороны Украины вроде бы опровергло эти данные. Потом поступили сообщения, что идет наступление, уже не просто бомбардировка каких-то аэродромов или военных объектов, а идет наступление, что называется, живой силой со стороны Беларуси. Ну, идет наступление со стороны Беларуси, и мы по географии видим, что оно может быть на Киев, раз наступают. То есть это самый близкий путь. Собственно, Киевская область граничит с Беларусью, раз наступают со стороны Беларуси, значит, с большой вероятностью на Киев. Так вот я поэтому и спрашиваю, насколько достоверна эта информация, насколько поставлена, я понимаю, что сейчас отчасти такой хаос может наступить, но насколько поставлен поток достоверной информации от самих властей? Ну, была, например, боевая тревога, были сирены, судя по всему, примерно в 5 утра. Новости передают, я доверяю в основном той информации, где есть видео. Танки, которые идут с Беларуси, я, по-моему, на видео видел. Эта информация, кажется, подтверждена. Да. Массированная атака в основном идет в районе Донбасса. То есть, ну, Путин же объявил достаточно четко, что они видят в административной границе областей, поэтому можно не сомневаться, что планируют захватить Мариуполь, Славянск, Краматорск, в общем, крупные города Покровск возле Донбасса. И, судя по всему, атака идет на Киев, как на столицу. Поэтому самые опасные сейчас города – это те, что возле Донбасса и столица. В Западной Украине, я думаю, никакой атаки наземной в Западной Украине не будет, но в Ивано-Франковске, например, попали в аэропорт, и точной информации нет, возможно, там тоже есть жертвы. А, то есть нет такого понятия, что как бы ежечасно или там раз в два часа в какое-то время происходит какое-то сообщение, какая-то сводка объявляется о происходящем? Ну, Зеленский уже несколько раз выступил, дал рекомендацию не выходить из дома, ну, соответственно, произнес как мог, успокаивает, чтобы не паниковали, потому что, ну, действительно, паника более опасна. Ну, и вот другой рекомендации, кроме оставаться дома, я особо не слышал. Зеленский высказывает уверенность в украинской армии, что украинская армия будет успешно отбивать атаку. Но нам, честно говоря, ничего не остается, кроме как в это верить. Соответственно, будем действительно считать, что в ближайшее время украинская армия будет успешно отбивать атаку, как, ну, на уровне эмоций будем так считать, потому что действительно, как аналитики, мы понимаем, что сложная ситуация. Скажите, пожалуйста, сейчас, конечно, не до терминологии, но, тем не менее, терминология в данном случае тоже важна. Я не видел в украинских источниках, которые успел с утра посмотреть, что началась, вот такого выражения, началась война. Но ведь не переполнен этим термином. Фейсбук, да, но социальные сети и фейсбук, это понятно, это каждый выбирает свою терминологию для того, чтобы выражать свои эмоции. Вопрос в том, как к происходящему относятся, к случившемуся относятся официальный Киев. Началась война или же это некий военный инцидент? Ну, как минимум, объявили уже военное положение. Ну, Михаил, я думаю, что тут все достаточно очевидно. Вот если, допустим, там меня или вас или кого-то еще ударят по голове и собьют с ног, то, наверное, драка началась. Мы можем об этом слух не говорить, но действия уже начались. Поэтому происходящее, я думаю, можно квалифицировать все-таки как войну, даже если об этом по каким-то причинам не будет объявлено официально. Потому что есть удары по военной инфраструктуре, по аэропортам, есть погибшие. Поэтому мы тут уже можем спорить там со словами полномасштабная, там неполномасштабная. Если наземная операция или нет, в основном были высокоточные ракетные удары по состоянию на данную минуту. Но думаю, что сомневаться в том, что происходящее можно называть войной, никаких оснований уже нет. Вопрос не праздный. Дело не просто в терминологии. Дело в том, что если это официальная, что называется, война, то у Украины есть с некоторыми странами договора о помощи, о взаимоподдержке и так далее. Известно ли, обращалась ли Украина за военной помощью к другим странам? Это первая часть вопроса. И она связана со второй частью, даже не вопроса, а комментариев того, что в обращении Путина особо подчеркивалось, чтобы другие страны как бы не смели вмешиваться, ибо реакция России будет очень жесткой. Разумеется, постоянно президент Украины Владимир Зеленский общается с представителями Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии. Но я... Честно говоря, не имею особого оптимизма в то, что прямо быстро и оперативно кто-то в этом вмешается, потому что у России третья армия в мире, и как бы кто захочет... Ну, давайте, ладно, надеяться, что Соединенные Штаты в ближайшее время отреагируют и пришлют помощь. Давайте пусть так, но пока такой информации подтвержденной нет. Хорошо. То есть ничего хорошего, конечно, нет. Николай, спасибо, что нашли для нас время. Наши слова о поддержке вам и Украине. Надеемся, что все это быстро закончится и с минимальным ущербом и потерями. Ну, спасибо. Я надеюсь, да, что, во-первых, что это не затянется, а во-вторых, ну, все-таки, что... Что мы сможем выстоять, что это не будет поражением, потому что украинцы к поражению не готовы. Мы все-таки надеемся на вооруженные силы Украины. Будем надеяться на это. Всего вам доброго. Держитесь. Спасибо, Михаил. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok